ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Спортивная программа Меч — это всё-таки одно из величайших изобретений человечества. В Древнем Египте был, в Древней Греции, да и индейцы с незапамятных времён с ним забавлялись по-всякому. Римские легионеры тренировали ловкость и мускулы, подбрасывая мяч в воздух. В Средневековье мячи перекидывали через каменные стены. Ну, крепостей-то тогда ого-го, сколько понастроили, перекидывай, не хочу. Ну, а видом спорта это перекидывание стало лишь в конце девятнадцатого века, и назвали его Минтонет. Как вы не знаете такую игру? После футбола, между прочим, самая популярная в мире. Физкульт, привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. С Минтонетом я подшутил, конечно. Нет, не соврал, а пошутил. Просто вторую по популярности игру в мире, волейбол, изначально действительно назвали Минтонет. Почему? Хм, но Бадминтон... Минта нет. Почему Бадминтон? Да потому что мяч перекидывали через Бадминтонную сетку. А придумал эту игру обычный учитель физкультуры, американец Уильям Морган. В те времена среди школьников и студентов был очень популярен баскетбол, но далеко не у всех получалось в него играть. Все-таки баскетбол – игра для очень высоких людей. Вот для тех, кто пониже, Морган и придумал новое развлечение с мячом. Вскоре появилось и привычное название – волейбол, то есть «летающий мяч». Только никогда не рассказывайте эту историю пожарным, потому что эти отважные борцы с огнем считают, что изобретение волейбола – это именно их заслуга. Вот вам пожарные легенды из первых уст. Ну, это, ребята, мы ж привыкли работать с огоньком. А тут такая скукотища. Ни одного очага, ни одного вызова. Послонялись мы, значит, по двору час-другой. А потом, от нечего делать, натянули пожарный шланг между двумя столбами, взяли надувную камеру и давай ее перекидывать через этот шланг. Прием! Нет подачи, нет приема – лучше бы вы сидели дома. Это волейбольная кричалка рассерженных болельщиков. Потому что волейбол – это подача мяча, прием мяча и атака с помощью мяча. Что, Степа, какой еще мяч? Ха! Атака с помощью мяча. Мячиком атакует. Кстати, когда игрок с края своей площадки сильным ударом подает мяч, его скорость может достигать 130 километров в час. Ну, чтобы вы поняли, с такой скоростью у нас в России машинам ездить не разрешено. А теперь представьте прием мяча, летящего на вас с такой быстротой. Ведь ни в коем случае нельзя, чтобы мяч упал на вашей половине площадки. Поэтому его надо что? Правильно, остановить голыми руками. Да еще и так остановить, чтобы товарищи по команде смогли атаку организовать. А не просто отбить его или запульнуть на трибуну. Волейбол вообще игра необычна. Обычно как? Забить мяч в ворота или попасть в кольцо. А здесь цель – не допустить, чтобы мяч коснулся вашей половины площадки. Больше таких игр нет вообще, можете даже не искать. А еще в волейбол играют не на время, а на результат. Для победы команде нужно выиграть три партии из пяти. Так что перебрасывать мяч туда-сюда можно очень долго. Вот почему предсказать, сколько продлится волейбольный матч, практически невозможно. На Олимпиаде в канадском городе Монреаль наши с поляками играли пять часов. А две американские команды как-то без перерывов почти три дня играли. Атака! Через сетку мяч летит, пусть сильнейший победит! Запоминайте, мои юные болельщики, еще одну волейбольную кричалку. Она заряжена на красивую и зрелищную игру. Кстати, о зрелищности. 35 лет назад наша сборная поехала в Бразилию сыграть товарищеский матч. Игра проходила на знаменитом футбольном стадионе Маракана, это в Рио-де-Жанейо. Трибуны были забиты до отказа. Тот волейбольный матч собрал сто с лишним тысяч зрителей. Этот рекорд до сих пор не побит. Невероятно, что в футбольной Бразилии появился волейбольный болельщицкий рекорд. Но, знаете, бразильцев можно понять. Это ведь только на первый взгляд кажется, что в волейболе важны только руки. А между тем волейболист за время матча совершает примерно 250 прыжков. Из них штук 70, ну, очень высоких прыжков. Волейбол очень популярная в мире игра. Бразильцы, американцы, поляки, итальянцы – сильнейшие команды на планете. Ну и наша российская сборная тоже, ого-го, как играет. Мы среди сильнейших. Недаром же волейбольную федерацию России поддерживает «Газпром». И это хорошо. В завершении еще одна волейбольная история. Как известно, по правилам игры мяч ловить нельзя. На свадьбах есть такое обычай. Невеста кидает свой букетик подружкам. Кто поймал, тому счастье. Так вот, говорят, когда волейболистки выдают замуж свою подругу, букет невесты летает часами. Его не ловят, а отбивают. Но об этом в следующий раз. Ну а с вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Всем оле-оле!